В предыдущей программе путешественник и исследователь Саид Туляянов начал многодневное путешествие по горному хребту Нуратау, пересекающему Джезакскую, Самарканскую и Новоиско области республики. Он прошел ущелье ворота Тамерлана и добрался до горы Койташ, где обнаружил каменные фигуры животных. Теперь его путь прорегал к пику Хаят-Боше, высшей точке горного хребта Нуратау. Обычное восхождение на гору или соло-восхождение в рамках экспедиции – это две разные вещи. В любой день городской или сельский житель может взять легкий рюкзак с водой и сэндвичами и за 7-8 часов подняться на вершину горы, побыть там 10 минут и спуститься на место старта. Другое дело – одиночное путешествие в рамках экспедиции. Тогда нужно все время, всю дорогу наверх тащить с собой, рюкзак с едой, припасами, одеждой, палатками и всем остальным. И после того, как поднимешься наверх, тебя ждет не спуск и отдых, а ждет новая гора. Это делает одиночные путешествия и экспедиции очень сложными. Я поднялся уже около двух тысяч метров, здесь уже все в снегу и слепет, надо было взять очки. Я ничего не вижу практически. Начинаю штурм вершины, вот, до нее осталось буквально метров 200. А снизу хорошо виден поселок Хаят. И по рассказам местных, здесь когда-то был поселок, начало жизни. А потом он переехал вниз и стала жизнь, перешла туда. Но начиналась жизнь здесь, на горе. Впереди подъем очень резкий, не менее 60 градусов. И не от них следов человека. Но солнце создало корочку изо льда, это облегчает торопление. То, что ноги не проваливаются слишком глубоко. Я оставил рюкзак на гребне. И сразу же, сразу, буквально через две минуты, над ним начал кружить орел. Он думает, что это какое-то погибшее животное и хочет полакомиться. Но это мой рюкзак. Там для него ничего нету. Зря он кружит. Сейчас я вам его покажу. Зря он кружит. Очень резкий. Я уже почти весь подъем прошел, но этот угол 60 градусный так и тянет вниз. Но благодаря своей палке я ее втыкаю и подтягиваюсь. Втыкаю и подтягиваюсь. И каждый раз, когда срываюсь, чтобы укатиться вниз, держусь за палку. Это меня удерживает. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. Я нахожусь на высшей точке гор Нуратау Пики Хаятбаши Начало жизни А позади меня Это уже Самаркандская область И пик Корчегай Который всего лишь на 60 метров ниже Чем пик Хаятбаши А мой путь продолжится вниз По гребню И приду в поселок Меджрум Дальше дорога уже намного легче Потому что Как бы в первую часть экспедиции Я все время шел вверх А теперь буду все время идти вниз Это и легче И намного быстрее А сейчас Наслажусь Моментом на вершине Моментом на вершине Преодолев пик Хаятбаши Саид продолжил путь на запад Путь начинался со спуска вниз Идя по которому Неподалеку невооруженным глазом Можно было увидеть Диких баранов Северцева Диких баранов Северцева Как раз сзади меня Целая семья Архаров Сейчас я попробую Снять их с дрона Субтитры создавал DimaTorzok Во время подъема на вершину Саид обратил внимание на то, что снега здесь не так уж и много. Скорее всего, незадолго до его появления здесь был массивный сход лавины, унесший с собой весь снег. И действительно, спустившись вниз с обратной стороны горы, Саид наткнулся на следы лавины. Сейчас я с лопатой залезу на лавину и покажу вам, насколько плотный снег. И докажу, что если вас засыпала лавина, то придется очень сложно и шансы выжить минимальные. Вот я сейчас запаю. Смотрите, лопата застревает. Это лед. Он очень крепкий. Видите? Он очень крепкий. Все заледенело. Поэтому, попав под лавину, человек словно под бетонный каркас попадает. Субтитры подогнал «Симон» К вечеру Саид добрался до поселка Меджрум, который славен тем, что именно здесь находится одно из древнейших деревьев в стране. Этому дереву более тысячи лет. Местные называют его Меджрумская арча. Официальное же его название – плосковеточник восточный. Это вечно зеленое дерево из семейства кипарисовых, произрастающее в южном Памира-Алае, Корее и северном Китае. Высота арчи – 20 метров. Обхват окружности всего дерева – около 24 метров. И совсем скоро Саид измерит обхват центральной ветви Меджрумской арчи. Официальное дерево Официальное дерево Я не случайно пришел в это место. Много информации о том, что в поселке Меджрум находится самое большое дерево в Узбекистане, самое большое по окружности. И сейчас я это узнаю. Я взял с собой рулетку и измерю его. Пять метров. Но я еще не сделал полный круг. Пятиметровой рулетки недостаточно. Но у меня есть запасной вариант. У меня есть 15-метровая веревка, и я сейчас измерю веревкой. А потом измерю тот кусок веревки, который получился. Итак, теперь меряем до узла. Пять метров у нас уже есть. Уже 10 метров. Так. Опять собираем рулетку. Мерем дальше. О! Метр двадцать. Одиннадцать метров двадцать сантиметров. Ширина этого дерева. Это действительно огромное дерево. Наверняка самое большое в Узбекистане. Во всяком случае, я еще не видел дерева больше. Свой ночлег Саид устроил у дерева, которое, по словам местных жителей, некогда посадили здесь воины Александра Македонского. Субтитры создавал DimaTorzok Своё путешествие по горам Нуратау Саид продолжил ранним утром и к концу шестого дня он прибыл к поселку Тимар-Полук. Да, Саид. Алло, Салахаддин. Привет. Я захожу в поселок Тимар-Полук. Я уже здесь. Отлично. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Следующим пунктом экспедиции были руины крепости времен Александра Македонского и Саид вместе с командой операторов отправился в город Нурата. Прибыв в город, Саид без труда разыскал крепость Нур, являющейся памятником древности. Они упоминаются в летописях как крепости Нури-Бухоро, что дословно можно перевести как «Свет Бухары». Первые упоминания о крепости датируются 329 годом до н.э., когда во время нашествия Александра Македонского крепость была перестроена, её длина была увеличена на 22 км. Древняя крепость с юга возвышается над городом. Под ней большой родник и водоём, откуда берут начало рыки Нураты. Раньше здесь была большая крепость с укреплениями и большое усиление на границе со степью. Многие века Нур был важным военно-стратегическим и торгово-экономическим пунктом и с северными воротами Бухары. Местные говорят, что когда-то здесь упал свечащийся метеорит, на месте падения которого забил родник, вода которого имела целебные свойства. Говорят, что именно из-за этого местность стала называться Нуратал и горы называются Нуратал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите далее. Саиду предстоит совершить подъём на гору Тахку и разыскать камень, на котором высечен древнейший Петроглев. Весенняя экспедиция путешественника и следователя Саида Тулягянова продолжилась в Новоиск области. Седьмой день преподнёс подарок в виде огромной стены отвесных скал гурного хребта Актау. Проехав на внедорожнике доселения Чуя, Саид начал вторую часть экспедиции. Саид начал вторую часть экспедиции. Начинается вторая часть экспедиции, и дальнейший мой путь будет пролегать по горам Актау. Здесь все названия говорящие, и, судя по названиям, меня ждать Белые горы. Белые горы – это, наверное, самое распространённое и известное название для гор во всём мире. А самая известная Белая гора – это Монблан – высшая точка Западной Европы. Я доехал на машине до посёлка небольшого под названием Дара. Дара переводится как овраг, и на самом деле поселение находится в овраге. Это уже гора Актау, и моя цель на сегодня – это высшая точка горы Актау в Пипсахту. именно туда я сейчас отправлюсь. Я в Актау. Здесь сильнейший ветер. Уже в поле моего зрения появилась высшая точка горы Актау в Пипсахту. Скоро я туда поднимусь, и сверху откроется цикарный вид на горные гребни, которые высотой совсем чуть-чуть горы, но скалистые и очень красивые. По пути отселения Чуя Саид попал в необычное место, именуемое Сангиджуман – качающийся камень. Этим названием место обязано огромному камню весом более 200 тонн, который можно раскачать силами нескольких человек. Я в Актау, и мне снова повезло оказаться в необычном месте с полным камней причудливых форм. Но больше всего воображение поражает вот тот огромный камень размером со скалой, похожий на верблюжий горб. Наверное, не случайно здесь всюду растет верблюжья колючка, а местные называют эту гору верблюжьей горой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Горный хребет Актау – это скалы из мрамора. Что и объясняет их название. Раньше в этой местности велась добыча и обработка мрамора. Я приближаюсь к пику Тахку. Он уже позади, где-то в 300 метрах. Но оказалось, что все, что выше 1700 метров, покрыто лавиноопасным слоем снега. И при каждом моем шаге я слышу этот страшный треск. Это очень-очень опасная затея. Но я уже почти выполнил ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на вершине гора Актау, на пике Тахку. Эта вершина считается святой и как бы переводится как святая гора. Люди боятся одиночных путешествий, так как наедине с миром они чувствуют себя уязвимо. Меня же наоборот это привлекает. Находясь в одиночестве, я больше хочу узнать о самом себе. Ведь в каждом человеке есть несколько образов. Несколько жизней. Мне интересно разобраться, где же все-таки я настоящий, а где вымышленный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После того, как Сейд преодолел весь горный хребет Актау, он переехал к горам Каратау. И переступил к поискам места для последней ночевки. Горный хребет Каратау – это невысокие холмы высотой около тысячи метров и не имеющие названий. Мне осталось пройти около 20 километров до поселка Сармыш. И смотря на тот путь, который мне предстоит сегодня пройти, я понимаю всю правоту слов о том, что стремящемуся к цели дороги не нужны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заканчивается это увлекательное эксистема. Сегодня была последняя ночевка. И до конца дня я планирую дойти до ущелья Сармыш-Сай с его древними петроглифами. Именно там это путешествие, полное приключений и незабываемых мест завершится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Много веков здесь жили древние люди. И за годы творчества они создали целую галерею на скальной живописи. Но я хочу найти самый древний петроглиф. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ущелье Сармыш-Сай обнаружено свыше 200 археологических объектов, включая могильники, курганы, остатки поселений и мастерские по обработке кремня. Однако наибольший интерес представляют наскальные рисунки. В ущелье длиной 2,5 километра найдено свыше 10 тысяч изображений. Все они сосредоточены преимущество на черных скалах в центральной части ущелья, практически на каждой ровной поверхности, иногда по нескольких изображениях на одном камне. Большинство обнаруженных изображений датируются бронзовым веком, но встречаются также петроглифы, относящиеся с одной стороны к инеолиту, неолиту и мизолиту, а с другой – к сакаскифскому периоду и средним векам. Самые ранние петроглифы Сар-Миш-Сая датируются приблизительно 9 тысячами лет до н.э., а наиболее поздние включают уже не только рисунки, но и тексты, записанные арабской вязью и повествующие о жизни дервишей. Среди петроглифов изображение людей и животных, сцена охоты и повседневного труда. Вот он, самый древний петроглиф с изображением быка Тура. Его возраст более 11 тысяч лет. Для нанесения петроглифов древние люди брали заостренный кусок камня из более прочной породы, ставили и били по нему другим камням, выбивая точки. Затем эти точки соединялись и получались рисунки. Слово «петроглиф» в переводе с греческого означает «рисунок на камне». Наскальные рисунки – это живописный рассказ прошлых поколений о самих себе. Своеобразная энциклопедия искусства от глубокой древности до Средневековья. Для нанесения рисунков древние художники выбирали камни, покрытые так называемым «пустынным загаром» – глянцевыми натечными корочками из окислов железа и марганца, и со временем выбитые на таких камнях рисунки покрываются патиной. Самым распространенным рисунком является изображение горного козла. У древних людей именно горный козел считался хозяином всех зверей и неразрывно связан с культом гор. Быки олицетворяли силу природы и урожая. Во вести бык описан в образе божества. Змея ассоциируется с разрушительной силой и страхом, а волк и собака считались предками человека. В этом многодневном путешествии по горному хребту Нуратау Саид пересек Джизакскую, Самаркандскую и Новоиск область Узбекистана, обнаружил каменного барана, поднялся на пик Хаят-Баше, высшей точкой гор Нуратау, измерил самое большое дерево в Узбекистане, побывал на руинах древней крепости Нур, прошел горы Актау и пик Тахку, пересек горы Каратау и прибыл к огромной галерее на скальной живописи, содержащей около 10 тысяч рисунков древних людей. Вся экспедиция заняла 8 дней, в течение которых Саид прошел 205 километров пешим ходом и проехал полторы тысячи километров на внедорожнике. Восхождение на вершины высоких заснеженных скал и преодоление бесконечных горных хребтов пугает своей суровостью и непроходимостью. Но если не отказываться от возможности испытывать радость от каждого мгновения жизни, начать воспринимать жизнь как приключение и смело принимать любой вызов судьбы, человек начинает получать удовольствие вне зависимости от того, легко ему или сложно. Ведь как бы невысока была гора, любой ее склон или гребень может стать тропой для любопытного путешественника, понимающего, что одиночное путешествие – это спор с природой, в котором неоткуда ждать помощи, и можно рассчитывать только на себя, удачу и дух приключений.